МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же, настраиваемся на беседу. Те, кто нас смотрят в социальной сети ВКонтакте, обязательно пишите свои вопросы, по ходу эфира мы их зададим. Ну и давайте начнем с вступительного слова. Скорее всего, оно у вас есть. Слушаем. Здравствуйте, дорогие абитуриенты. И вот она, финишная прямая или стартовая прямая, как сейчас ее назвать. Если вам сейчас видно, я так понимаю, эту презентацию, особенности приема 2022 года в том, что у нас идет одна волна зачисления, и зачисление будет с оригиналами документов. И начнем мы все с 20 июня 2022 года. Так что осталось меньше месяца. Все ЕГЭ, с которыми вы хотели определиться, вы уже определились. Экзамены вот-вот уже сдаются. Все результаты ваших экзаменов мы увидим сразу внутри системы, то есть даже предъявлять их будет не нужно. А вот подлинники документов нужно уже готовить, и готовить для них ксерокопии. Но на всякий случай готовим еще и сканы этих документов тоже, потому что полностью до ковидному режиму, видимо, мы еще сразу не вернемся, то есть такой будет немножечко гибрид. Но при этом подача документов как в очном, так и в онлайн формате на Кремлевской 35, это второй высотный корпус напротив главного здания университета, здесь вот в фойе, все это и начнется. При этом несколько разных вариантов. Может быть, для тех, кто поступает после 11 класса сразу, 5 лет действительно их ЕГЭ, для тех, кто поступает после колледжей, техникумов, потому что после профильных организаций, если вы закончили, у вас будут еще и внутренние вступительные испытания, хотя они будут точно такие же, как и ЕГЭ, по тем же программам, то есть сейчас еще есть место для того, чтобы к ним готовиться. И программы вступительных испытаний, они тоже уже на сайтах появились. При этом немножечко про прошлый год, чтобы было с чем сравнивать, чтобы было понятно, как это будет складываться в этом году, по крайней мере, относительно цифр. Институт психологии и образования находится на Межлаука, дом 1, это на Булаке, остановка Пединститут, зеленое круглое здание, наверняка все вы его знаете. Но прием заявлений, вот вы видите, из 11 тысяч с лишним заявлений, в принципе, на первом курсе учится только одна тысяча студентов, ну, плюс иностранцы там, ну, где-то до полутора тысяч, может быть, в этом году. То есть вы понимаете, что примерно 10-11 человек на одно место в этом году, мы предполагаем, что будет примерно такой же конкурс, если мы сейчас говорим еще и вдобавок про бюджетные места. В Институт психологии и образования занимает третье место по количеству зачисленных на первый курс, то есть это один из самых больших факультетов. Обратите внимание на то, что у нас только юридически остался с названием факультет, по-моему. Все остальные факультеты называются институтами, поэтому не пугайтесь, очень много поступает сейчас звонков, как в приемную комиссию ко мне, и все спрашивают, вот у вас институт психологии и образования, как мне поступить на факультет психологии, и где ваш там педагогический факультет. Вот теперь вы уже точно знаете, что институт равно факультет, потому что у него есть точно такой же доконат, и студенты учатся на нем, как на факультете Казанского федерального университета. Вы видите, что больше тысячи студентов конкретно в институте психологии и образования, и вот как раз то самое третье место по количеству зачисленных на первый курс в том числе. Итоги зачисления целевиков и льготников. Если вы правильно смотрите сайт, то начать нужно со строчки, которая называется «План приема КФУ, 22-й год». Потом вы набираете слово либо «бакалавриат», либо «магистратура». На бакалавриате открывается приложение номер один, большая таблица Excel, для института психологии и образования это 11-я страница. Для магистратуры открывается также приложение номер один, но в другой вкладке по слову «магистратура», и там такая же большая таблица Excel, но там пятая, шестая страница для института психологии и образования. Для того, чтобы посмотреть, сколько бюджетных мест, сколько контрактных мест, и там в таблице вы увидите, что есть места, они уже запланированы для льготников, для лиц с инвалидностью, но в этом году также стоит пустая вот такая строчка для целевиков. Это не значит, что мы их не готовы принимать. Если вы внимательно всю таблицу посмотрите, в некоторых местах для целевиков стоит крестик, то есть эта строчка просто зачеркнута у других факультетов на каких-то специальностях. У нас там не стоят цифры, то есть мы готовы принимать целевиков, в зависимости от того, сколько их будет. В план мы не включали конкретное количество, но нужно иметь в виду, что это бюджетные места из общего количества бюджетных мест. То есть если вы там увидите, что всего, предположим, 12 бюджетных мест, из них 2 или 3 для льготников, и дальше, если будет 10 человек с целевым направлением, значит они у нас займут все бюджетные места, и все остальные люди даже с очень высокими баллами на бюджетные места поступить уже не смогут. То есть для вас это такая сейчас мысль о том, что задуматься, возможно взять это целевое направление с условием, что потом вы отработаете в школе, либо в Министерстве образования, либо то, что на психологии в Министерстве, либо юриспруденция, либо медицинская, Минздрава. Поэтому просто об этом нужно сейчас задуматься. Вы понимаете, что целевиков и льготных мест по этой таблице каждый год все больше и больше. Вы видите сейчас, что эти цифры растут. И вот эти квоты для сирот, для лиц с инвалидностью тоже, в принципе, с каждым годом становится все больше и больше. Очень часто задают вопрос про средний балл. Я понимаю, что сейчас опережаю, видимо, некоторые вопросы, но потом еще раз в формате вопросов-ответов, видим, к этому вернемся, еще раз что-то из этого повторим. Вы видите на экране, что в среднем в прошлом году нужно было для бюджетного места, если вы не целевик, набрать 80 баллов по одной дисциплине. Сдаем мы три экзамена обязательных, вернее, там два идет обязательных, один экзамен идет по выбору. Поэтому свои ЕГЭ и то, что будет внутренне вступительном испытании, похоже на ЕГЭ, нужно набирать достаточно высокие баллы. То есть люди даже там 70 баллов не всегда могли поступить. При этом были такие случаи, когда к нам приходили абитуриенты и говорили, что вот суммарный балл у меня намного выше, чем там вот у кого-то. Показывают нам эту строчку, да. А я вообще не поступил, не то что не прошел на бюджетное место, а не поступил совсем. Как такое может быть? Обратите в этой табличке Excel внимание на то, что там стоят еще минимальные баллы. То есть нельзя набрать меньше 40 баллов по одному какому-то экзамену. Даже если два экзамена у вас по 100 баллов, а один экзамен у вас 39 баллов окажется. То есть в среднем 239 у вас очень много баллов, но балл непроходной. И не то что на бюджет, а вообще непроходной. То есть в этом году вы даже на контракт поступить не сможете. То есть очень внимательно. Поэтому смотрите, какие там еще и минимальные баллы проставлены. При этом у нас достаточно много победителей Олимпиады. И по прошлому году победители Олимпиады получали максимально высокие баллы и как раз поступали на эти бюджетные места. И в этом году очень много ребят поступает по результатам Олимпиады в магистратуру. То есть есть Олимпиады не только для школьников, для поступления на бакалавриат, а есть Олимпиады, которые сейчас называются магистрем. Чуть позже покажу сообщение о ней. Когда обучаясь на четвертом, на пятом курсе, если это заочное обучение, можно заранее по сути сдать экзамены в магистратуру, получить достаточно высокие баллы и обеспечить себе вот это бюджетное место в магистратуре, которое тоже будет уже с сентября, а заявления также принимаются с 20 июня. Поэтому посмотрите, по прошлому году с достаточно высокими баллами по результатам Олимпиад много ребят у нас поступили. Про иностранных граждан в этом году говорить несколько сложнее. В этой же таблице вы увидите, что мы закладывали всего примерно по три места для иностранных граждан. Ситуация сложная, и, скорее всего, это будет лица из ближнего зарубежья, дружественного зарубежья. Но возможность для них такая все-таки есть. Но для этого им все-таки нужно связаться с доконатом подготовки иностранных студентов на Кремлевской 25, которые находятся, для того, чтобы начать создачу русского языка прежде всего, а потом уже остальных экзаменов для того, чтобы иметь возможность двигаться по вот этой линии поступления дальше. Но места для них тоже забронированы. По прошлому году, здесь вот есть табличка, что это целиком в КФУ. Посмотрите, как много стран было представлено. То, что в этом году, скорее всего, будет уже не так широко. Но все-таки возможности для этого есть, особенно для тех лиц, которые и бакалавриат заканчивали здесь, в Казани, в России, и в магистратуру продолжают поступать. То есть это не только лица, которые поступают после 11 класса на бакалавриат. В основном иностранцы поступают еще и в магистратуру, и они находятся здесь, в России, поэтому для них здесь тоже все пути открыты. Как раз на 21-22 учебный год были включены все межрегиональные предметные олимпиады, все профили, и всероссийская Лобачевского, и научная конференция для учащихся именно Льва Толстого. Посмотрите свое портфолио, какие есть у вас еще достижения. Возможно, вы получите к ним вот эти 3-5 баллов. Возможно, у вас есть значки ГТО. За золотой значок там чуть больше баллов, за серебряный меньше, за бронзовый, там может быть один только балл, но это все равно ваши дополнительные баллы, которые могут перевесить общую ситуацию и в чем-то вам помочь для поступления. То есть это тоже важно, поэтому есть еще этот месяц для того, чтобы портфолио хорошо собрать и отсканировать, и сделать с него ксерокопию, чтобы не раздавать подлинники документов, чтобы они не потерялись здесь в приемной комиссии, но, по крайней мере, чтобы подтверждение ваших успехов, ваших результатов у вас было. Этот вопрос касается, опять-таки, не только лиц, поступающих на бакалавриат, но и тех, кто поступает в магистратуру. Здесь тоже приветствуется портфолио, потому что достаточно много то, что называется мотивационное эссе, либо мотивационное свое выступление, рассказ о себе. Важно, чтобы, может быть, работодатель вам дал какое-то направление, листочек, написал, что ему необходимо. Предположим, вы просто где-то закончили химию, а сейчас вы хотите быть тем же психологом, тем же педагогом химии. Тогда вы берете это направление от своего работодателя и подтверждаете, что обучение в магистратуре, например, вам необходимо для того, чтобы двигаться дальше по вот этой карьерной лестнице. Либо вы уже публиковались где-то, и у вас есть эти статьи, либо выступление на конференции. Подтвердите это, пожалуйста. То есть займитесь сейчас именно этим подтверждением. Вытащите из интернета ваши дипломы наградные какие-то, ваши сертификаты участников этих конференций. То есть все это пойдет в плюс, и все это вам в помощь. Ну вот та самая Олимпиада Магистриум для лиц, поступающих в магистратуру. На сегодняшний день она уже закончилась. Результаты ее мы уже получили. Ждем, что вот со дня на день нам выдадут как раз сертификаты для победителей. Пока сами победители сертификаты на руках еще не имеют, но у нас есть достаточный запас времени для того, чтобы этими сертификатами их обеспечить. При этом тоже закончилась студенческая итоговая конференция. Она у нас проходила 12 апреля, по крайней мере, на нашей кафедре. И вот в течение апреля на всем институте психологии и образования. Дипломы точно так же сейчас готовятся для победителей. Они в печати, поставим на них уже просто круглые печати, раздадим. И тоже в портфолио для будущих поступлений в магистратуру студенты это могут предъявить. К тому же вы уже понимаете, что студенты ведут достаточно активную такую, не только учебную, но и научную деятельность. И тоже выступают на различных конференциях, тоже с докладами, с какими-то своими презентациями своих результатов. И это им дает возможность потом поступать не только в магистратуру, потому что есть и аспирантура, есть и более высокие ступени для потом защиты кандидатских, ну, в будущем когда-нибудь, докторских диссертаций. Поэтому ставьте перед собой очень высокие цели, планочки такие, чтобы двигаться сразу с далекой перспективой. Еще раз про иностранных граждан. У них тоже есть победители своих олимпиад, и межрегиональные предметные для бакалавриата, и вот этот же магистриум для лиц, поступающих в магистратуру из зарубежья. Вот это пример той таблицы плана приема КФУ. Я понимаю, что здесь, видимо, не все специальности у меня уместились, но, по крайней мере, разобраться в ней можно. Вы читаете основное направление, куда вы поступаете, конкретный профиль, который вам необходим, потому что сейчас тоже будут поступать вопросы, какие именно экзамены сдавать. Я тоже наизусть всю эту таблицу, наверное, вам рассказать не смогу, потому что даже в магистратуре 18 направлений, на бакалавриате их еще больше. Поэтому смотрите внимательно. Первые два экзамена, они обязательные, и потом выбираете один экзамен, там, что стоит со звездочкой, то, что вам удобнее. Очень часто спрашивают, обязательно ли сдавать и биологию, биологию и общество знания. На все психологические дисциплины, в том числе и дефектологические, нужно сдавать именно биологию. Поэтому посмотрите, если биология у вас не сдана, то, значит, нужно рассматривать какие-то другие направления. Для всех педагогических специальностей главным является общество знания. Потом к нему уже можно добавлять либо русский, либо математику. Биология может пойти как второй экзамен, если он тоже у вас оказался сдан. Если не сдан, ничего страшного. Но многие одиннадцатиклассники спрашивают, вот в школе я сдал не то ЕГЭ, можно я сдам его сейчас, вот на Кремлевской 35, в качестве вступительного испытания. Вот для вас как раз однозначный ответ – нет. У нас поступление идет только по тем баллам ЕГЭ, которые вы сумели набрать, обучаясь в школе. Вот когда пять лет пройдет, либо следующим годом, когда вы точно сейчас посмотрели эту таблицу, поняли, что какой-то ЕГЭ вам не хватает, за год вы прикрепитесь еще раз к какой-то школе, может быть, опять к своей же, может быть, вы доздадите этот экзамен, и тогда на следующий год будете поступать, но только опять с результатами ЕГЭ. Внутренние вступительные испытания только для тех, кто закончил школу очень давно, либо ушел после девятого класса, заканчивал техникум, колледж и какие-то другие специальности. В том числе очень часто сейчас у меня разрывается телефон по поводу второго высшего образования. Сразу хочу сказать о том, что вот эти магистратуры, есть бюджетные места, это то, что есть в институте психологии и образования. Если у вас есть высшее образование, и вы планируете получить второе высшее, то это, видимо, не к нам. Это нужно набирать на сайте институт повышения квалификации и переподготовки к ФУ. Вот там вы найдете за год, за полтора года какое-то свое второе высшее образование. Мы же можем вам дать только магистратуру, то, что называется, выше высшего. И неважно, по большому счету, с какой специальностью вы к нам идете. Идут экономисты, идут инженеры, идут строители. Да, может быть, они не поступят на бюджетные места, но вот баллов им не хватит, чтобы конкурировать с теми профессионалами, которые уже закончили бакалавриат, например, у нас же по близкой специальности. Но при этом поступить в магистратуру, они все равно имеют возможность на то направление, которое им нравится больше всего. Опять-таки, просто за месяц нужно посмотреть программу вступительных испытаний и начать готовиться. Ну, вот про минимальное количество баллов по 40 баллов я уже сказала. Это и для бакалавриата, и для магистратуры. Как очное, так есть и заочное обучение. При этом обратите внимание на два профиля магистратуры, которые стоят очно-заочные. Это только психология семьи, семейного консультирования и консультативная психология. По типу вечернего обучения, мы правда понимаем, что магистранты почти все учатся, и даже то, что очное обучение, мы все равно стараемся сдвинуть больше на вечерние часы, после трех, после пяти вечера. Магистранты у нас, правда, учатся больше по субботам, но воскресенья-то, наверное, нет, но вот какие-то праздничные дни. А вот очно-заочное – это еще более вечерняя форма. Если на просто заочное обучение можно было приехать на один месяц, и месяц нужно учиться, ну, по сути, присутствую, как очником, но вот короткий промежуток времени, то очно-заочное, оно вот так растянуто по всему году и обучаются почти как очники. Это связано с тем, что просто психологии как медицинской специальности заочно теперь обучаться нельзя. То есть есть такое распоряжение, что все-таки нужно присутствовать рядом с преподавателями, нужно проходить все те практики производственные, которые предусмотрены для очного обучения. И поэтому, если вы рассматриваете для себя только заочное, но все-таки хотите учиться на психолога, рассмотрите для себя такие дисциплины, как специальная психология. То есть это тоже психолог, но он чуть больше получит знаний для детей одаренных, мигрантов, связанных с инвалидностью, с ОВЗ, но это тоже психология. Рассмотрите для себя практическую психологию в образовании, детскую практическую. То есть это тоже психология, но с таким элементом педагогики, который все-таки на заочке учиться разрешают. Здесь у меня все. Стоит мой номер телефона, который будет стоять тоже в приемной комиссии. Он сейчас уже стоит. И Бибик Александр Анатольевич, ответственный секретарь всего КФУ по приему абитуриентов, который как раз находится на Кремлевской 35. То есть на те вопросы, на которые не смогу ответить я по своему институту, вы можете обратиться к нему по всему КФУ. Либо немножко вопросов, либо немножко Инне Владимировне передадим слово, чтобы рассказать про конкретную кафедру, конкретную магистратуру. Вопросы по этой кафедре у нас есть. Во-первых, Вернадь Николаевич, хочется сказать большое спасибо за столь подробный рассказ. Впервые, по-моему, в нашей программе, когда вопрос прилетает нам в социальные сети, вы тут же на него отвечаете, даже его не видя. Давайте тогда по вопросам перейдем. И есть у нас те, которые мы с вами еще не обговорили. Дублировать уж не будем, потому что я смотрю, у нас ротация эфира не особо большая. И думаю, стоит поговорить о том, вот расскажите про направление вашего института, и как раз-таки можно про кафедру психологии, педагогии, специального образования сюда тоже добавить и рассказать. Ну вот когда я план приема показывала, мы как раз сказали, что у нас два основных направления, либо психологические, либо педагогические. И вот отдельно так все-таки немножко то, что связано со специальной психологией, с дефектологическим образованием. Поэтому Инна Владимировна, вам. Да, с нашего направления. Специальное дефектологическое образование. Ну, действительно, есть своя специфика, потому что это медико-психолого-педагогическое направление. И особенности работы наших выпускников, они связаны с чем? С тем, что работает, ну, то, что относится к конклюзивной культуре, к конклюзивному обществу, к конклюзивному образованию. То есть это лица и дети с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья. От наших выпускников требуется самая тщательная готовность к работе со сложным и кропотливым, наверное, трудом, процессом. И вообще получается, что само направление, оно развивает коррекционно развивающую работу, или определяется, да, то есть это профессионалы, коррекционно развивающие работы. И у нас есть бакалавриат, это логопеды, логопедия, те, кто как раз работает с нарушениями речи. Бакалавриат и специальная психология, Вероника Викторовна уже проговорила, и магистратура, где тоже две интересные программы. Это нейропсихологическое сопровождение в образовании и адаптивное управление коррекционным процессом в образовании. Магистрские программы – это наш ответ на как раз современные вызовы инклюзивного образования. Меняются отношения, меняются взаимоотношения внутри образовательных учреждений. Самое главное – роль семьи, роль родителей и роль общества в инклюзивном процессе, как я уже сказала, в коррекционно развивающем процессе. Она тоже обозначается более четко. И именно специалисты, которые будут обучаться у нас на магистрских программах, они будут владеть всеми профессиональными компетенциями вот в этой области специальное дефектологическое образование. Надо сказать, что нейры все-таки очень близко к медицине и похожи на медицинскую специальность. Поэтому те, кто не поступил в медицинские факультеты и магистратуру, ординатуры, которые у них есть, они могут поступить вот к нам после своего бакалавриата и это направление осваивать дальше. А вот адаптивное управление больше даже похоже не на педагогику, а на менеджерский такой вот курс, когда можно быть управленцем и специализированного образовательного какого-то учреждения, там, организации. И, в принципе, есть отдельная психология управления и управление воспитательными системами. Поэтому мы можем готовить и на директоров, методистов, детских садов, школ, каких-то коррекционных центров. Очень многие ребята у нас уходят в самозанятость. Если позволите, еще... Еще, ну, я просто хотела поддержать. Да, действительно, сейчас общество инклюзивное, уже инклюзивная культура, инклюзивное образование. Так что компетенции, инклюзивные компетенции, они в любом случае нужны практически всем специалистам. Даже в сфере экономики уже нужны инклюзивные компетенции. То есть нужно понимание о том, что есть люди с особыми потребностями. И вообще это новый термин, который удобнее использовать. Термин принятие нейроразнообразия. И получается, что в этом контексте как раз те особенности, те потребности, которые необходимо учитывать, они помогут развивать и в целом общество, и образование, и экономику. Ну и вообще мы все очень разные. И специальное дефектологическое образование акцент расставляет и призывает обращать на это внимание все чаще и чаще. На такую уникальность каждого человека. Есть еще некоторые особенности. У нас есть две специальности, которые готовят плюс английский язык. То есть даже если мы говорим про бакалавриат, на некоторых дисциплинах, вы там можете увидеть, у нас в принципе есть еще и специалитет. То есть вместо четырех лет обучения можно обучаться пять лет обучения. А вот то, что доп. образование и английский, и начальное образование и английский, хотя там обучаются тоже пять лет, но называется это бакалавриат. Пятый год добавляется за счет того, что выходя выпускники получают две специальности. То есть они могут и преподавать, и могут быть переводчиками, могут организовывать свое дело. То есть какие-то вещи связаны еще и с английским языком. Но вот если в прошлом году это было очень востребовано, это было очень актуально, сейчас вот чуть меньше выезда за границу, чуть меньше английского языка. Но я думаю, на перспективу, когда через пять лет люди будут заканчивать эти специальности, ну все будет опять хорошо, и английский язык будет опять достаточно востребован. Еще один момент. Для тех, кто заканчивает профильный колледж, вот педколледж, да, например, обратите внимание, в плане приема у вас есть отдельный специальный экзамен по педагогике. В этом году это вводится впервые. Раньше никогда экзамена по педагогике не было, а сейчас он будет не только в институте психологии образования, но на всех факультетах, где готовят педагогов, педагогов физики, педагогов химии, педагогов филологов. И если у человека есть уже минимальное педагогическое образование, вот на уровне педучилища, ему придется на вступительных экзаменах сдавать педагогику. К тому же на двух специальностях у нас придется сдавать педагогику два раза, что называется общую педагогику. И для поступления на начальную школу, те, кто планирует, нужно будет сдавать еще педагогику начального образования. И для дошкольного образования нужно будет еще вторым экзаменом сдавать педагогику дошкольного образования. То есть там будет только один экзамен, третий по выбору. Два будет обязательно связанных с общей педагогикой, либо такой специализированной педагогикой. Это вот такой вот из особенностей именно этого приема. Какой-то еще одно я хотела, но, видимо, чуть позже о ней скажу. Может, как раз-таки в ходе вопросов, может, она где-то сейчас возникнет. В ходе вопросов это вспомнится. По поводу направления вашего института, вот хотелось бы еще узнать, какие именно есть, куда можно поступать, специалитет, вот конкретно, как они называются. Нет, ну это все в план приема. Я поэтому как раз проговорила, что не все я вам наизусть расскажу, потому что план приема достаточно большой. И вот здесь вот нужно каждое направление отдельно еще раз прочитать. Хорошо. Нужно, чтобы все-таки они к таблице сами обратились и выбрали. Вот, наверное, о чем нужно сказать. В магистратуре в прошлом году у нас были как раз такие моменты, что мы готовили на педагога физики, педагога химии, экология была, информатика у нас была. Те, кто в прошлом году планировал на них поступать, вдруг не поступил, обратите внимание, что в этом году у нас этих направлений в магистратуре нет. Мы их передали как раз на те факультеты, где готовят педагогов именно по этим специальностям. И они открыли магистратуру там у себя на своих факультетах. То есть это теперь не в институте психологии образования. Вот это, наверное, была третья особенность, которая не добавилась к нашему приему, а наоборот исчезла из нашего приема по сравнению с прошлым годом. Поэтому очень внимательно набирайте план приема не 21-го, а именно 22-го года, потому что год от года разнятся. Разнится и количество бюджетных мест. Если в прошлом году у нас было больше бюджетных мест, по 15, предположим, в магистратуре, то сейчас там только, ну вот здесь стоит бакалавриат, там по 50, наоборот, добавилось, а вот магистратура от 15-ти убавилась до 12-13-ти. То есть эти 2-3 места, они на какие-то другие магистратуры ушли на другие факультеты как раз. По поводу ЕГЭ вот прилетел очень интересный вопрос, и часто с ним абитуриенты путаются. Нужна ли профильная математика на специальность психологии и образования? То есть постоянно путаются с базовой, с профильной? Для поступления в ВУЗ нужна только профильная математика. Базовую математику можно сдавать для того, чтобы выйти из школы и получить аттестат о среднем общем образовании, но он не дает возможности для поступления в ВУЗ. Вообще не на один факультет. Он для колледжей, он для жизни, что это называется, для себя. Но есть такой момент, что совсем не обязательно эту математику показывать. То есть, предположим, вы сдали биологию русский, и у вас очень хорошие результаты. Третьим экзаменом вы по выбору можете выбрать общество знания. Ну, опять-таки, если вдруг его сдавали. Математику сдали для себя просто базу, потому что она у вас не очень хорошо преподавалась, либо вы ее не очень хорошо. И математику можно вообще не показывать. То есть из школы вы с этой базой ушли, к нам вообще без математики поступили. То есть такие варианты тоже есть. Хорошо. Вопрос следующий. Кому подходит магистратура? Тем, кто ее для себя выбрал. Вообще, наверное, надо сказать, что вот это деление на бакалавриаты, на магистратуру, это просто следующая ступень. То, что раньше специалитета было достаточно для того, чтобы работать на каком-то своем выбранном рабочем месте, педагогическом месте, то сейчас для того, чтобы быть управленцем, быть начальником, для того, чтобы выше двигаться, и вообще нужна уже магистратура. Это один блок. Другой, это как раз для тех, кто кончил бакалавриат по каким-то совершенно другим специальностям, не имеющим отношения к педагогике, психологии, но именно эти знания от них требует работодатель сейчас на рабочем месте. Тогда он заканчивает магистратуру, предъявляет работодателю, что у него есть вот это высшее, то, что называется, по педагогике, либо по психологическому какому-то направлению, и продолжает уже трудиться в этом педагогическом, психологическом блоке. По поводу педагогического направления, такой философский, можно сказать, вопрос, насколько сейчас актуально педагогическое направление, для чего оно, сколько туда людей идёт, для чего они идут? А вот, может, по количеству и я поддержу. Ну, вот по количеству бюджетных мест нам всё увеличивает и увеличивает. То есть 50 бюджетных мест вы сейчас вот видите, как раз на этом начальном образовании, плюс английский, на клинико-психологическом направлении, добавилось на дошкольном образовании, там было 25, там, предположим, стало 30. Но никто не отказывается воспитывать собственных детей. И поэтому педагогическое образование, очень многие идут чисто для себя, для того, чтобы потом знать азы, по крайней мере, собственных детей, воспитывать как-то уже по науке. Добавьте что-нибудь, Антон. Да, конечно. Педагогическое направление – это, наверное, одно из самых актуальных направлений на сегодняшний день. То есть то, что сейчас происходит, как раз относится к области социальных взаимодействий, человеческих отношений. Роль учителя сейчас важна как никогда, роль воспитательного процесса, именно даже не роль, а значимость, и то, что нужно привнести, и как расширить, и как лучше знать, и как лучше воздействовать, наверное, на то, что происходит между людьми. И, конечно, развитие ребенка всегда интересно, и, опять же, это как вызов современному обществу. То есть то, что сейчас происходит эпоху цифровизации, информатизации, каких-то социальных рисков, так скажу, да. То есть все это, конечно, призыв к тому, что необходимо обратить внимание именно на человеческие ресурсы. И самое интересное, что в педагогическом направлении очень хорошо развиваются востребованные на сегодняшний день софт-скиллс, мягкие навыки, общение, взаимодействие, опять же, как я уже сказала, умение работать в коллективе, знать, каким образом, опять же, повторюсь, конечно, взаимодействие получается осуществлять. Но и то, какие тонкости и нюансы есть во взаимодействии. Но вообще педагогика, если считаешь, что у нас ребенок до 18 лет, то дальше это и андрогогика, то, что называется, то есть это обучение взрослых, это и все управленцы, они же тоже владеют навыками педагогическими для того, чтобы управлять своей большой командой. Это прежде всего, вот опять, педагогические навыки. Интересуется по поводу дополнительных баллов. Вот тогда сказали то, что за Олимпиады, за ГТО. Интересуется по поводу баллов за волонтерство, учитывается это или не учитывается. Учитывается ли за призовые места на региональных, на всероссийских этапах WorldSkills. Вот это вот все учитывается в приеме и вообще в целом о портфолио. Что туда еще можно добавить для успешного приема? Ну, для магистратуры точно учитывается, потому что баллы начисляются уже тем бакалаврам, которые во время своей учебы себя очень хорошо показали. Для школьников, ну, наверное, все-таки надо посмотреть, там международные, всероссийские, по-моему, там региональных нет. То есть они потом уже, когда будешь учиться, для помощи, когда воспитатель на работе участвует, еще ты показываешь их. Но дополнительный балл здесь вот трудно сказать. Баллы есть за золотую медаль, за красные дипломы, то есть за то, что очень хорошо учился, да. С волонтерством тоже, с бакалавриатом не знаю, чтобы добавлялось. А нашим выпускникам четвертого курса мы почти всем говорим о том, что если они работают волонтерами, в том числе в приемной комиссии, это им дает дополнительный балл, но, опять-таки, для поступления в магистратуру. То есть, опять-таки, когда свои уже люди, когда мы их знаем, они для магистратуры больше баллов получают и легче поступают на бюджет. С бакалавриатом там сложнее, там слишком много из разных регионов, из разных городов, там больше незнакомых и непонятно, вот немножко иногда бывает, что это за грамота, за волонтерство. Но положить ее в портфолио, предъявить, показать, сделать ее вполне, а вдруг? При равных каких-то баллах с другим человеком, у другого этого не будет, у вас это окажется, и это может перевесить ситуацию. Когда там одно единственное, последнее место, и когда гадаешь, кто же должен на него поступить, вполне возможно. Проще говоря, лишним не будет. Еще есть парочка вопросов. Сейчас секундочку их найду. Вот у нас тут прилетел. Если я хочу стать психологом без педагогической подготовки, то какие программы бакалавриата мне больше подходят? Вот такой вопрос прилетел. Ну вот опять получается, что как будто я нас про следующее образование спрашиваю. То есть какое-то образование бакалавриата у него уже есть, раз он с педагогическим хочет на психолога. Вот здесь опять вопрос, да, в магистратуре. Нет, без педагогической подготовки. Наоборот, без. Давайте еще раз. Но на психолога без педагогической, значит, какая-то подготовка. То есть это одиннадцатиклассник? Нет, если я хочу стать психологом без педагогической подготовки. Ну и не надо ему педагогическую подготовку. То какие программы бакалавриата мне больше подходят? Все, что связано с психологией. Прям открывайте, читайте, смотрите на любую программу. То есть очно вы можете поступать. Мы сказали о том, что вот это самое первое, психология, ведь там написано ОДО, это как раз вот дневное отделение, да? У него нет заучки. То есть если вы после одиннадцатого класса, вам нужно дневное отделение, поэтому выбирайте, поступайте. Следующий вопрос. Людям предпенсионного и пенсионерам есть возможность поступить в магистратуру и на какую форму обучения? На базе тех высшего образования, я так понимаю, технического высшего образования. Неважно, мы сейчас сказали, какое у вас первое образование. Неважно, какой у вас возраст, вы на общих основаниях 20 июня подаете также документы, которые у вас есть о том образовании, которое у вас первоначально было. И также смотрите программу вступительных испытаний. Сейчас месяц к ней готовитесь, собираете также материалы, подтверждающие, зачем вам после технического образования вдруг понадобилась психология. То есть не получится на бюджет, то есть мы с распростертыми объятиями на контрактные места берем, ну, скажем так, всех. То есть контрактные места открываются достаточно много, возможно, будет даже вторая группа, если будет много желающих. Поэтому здесь ограничений нет никаких. По поводу контракта и бюджета как раз-таки подвели еще к одному вопросу. Есть ли в вашем институте возможность перейти с коммерции на бюджетное обучение? Я думаю, что почти такой возможности нет, потому что кто такие бюджетники? Это те, кто очень хорошо учились в школе, ответственные. Те, которые получили максимальное количество баллов. Они очень сильно держатся за свои бюджетные места, и они не уходят практически из своих групп. А количество бюджетных мест, ну, вместе с ними, да, переходит на втором, на третьем курсе, оно не увеличивается. И поэтому человеку с контракта, либо из другого вуза, вот многие говорят, да, я хочу к вам на бюджет, на второй, на третий, на четвертый курс на бюджет поступить, ну, практически невозможно. Особенно если, ну, даже если там в декретный кто-то уйдет, да, из девушек, но в этой же группе учатся девчонки, которые также с большим количеством баллов поступали, но не поступили, предположим, на бюджет, и они, ну, стоят на очереди, и они раньше поступят, ну, переведутся на этот бюджет, чем человека с какого-то другого вуза, с какой-то другой специальности. Поэтому с контракта на контракт, пожалуйста, добро пожаловать. На бюджет лучше на первый курс, лучше с высокими баллами, лучше через поступление, чем через перевод. Как лучше подавать документы? Через госуслуги или на сайте КФУ? В прошлом году было очень много проблем с подачей документов через госуслуги. Совместить две эти системы было очень сложно, и все, что было на портале КФУ, мы видели сразу. То, что шло с госуслуг, видимо, выгружалось на 2-3 дня где-то с запозданием поздно, и вы понимаете, что если там 18.00, предположим, система закрывается, и вы должны видеть уже, да, сколько у вас баллов какой-то... С госуслуг вы это увидите через 2-3 дня. Ну вот нам удобнее, конечно, через систему КФУ, но это нам удобнее, да, но там уж у вас как получится. При этом я еще раз хочу подчеркивать, что все-таки в этом году будет предпочтение для лиц, которые привезли подлинники документов. То есть это не ксерокопия и не скан, а вот уже прям бумажный документ вы его получили в школе либо в техникуме, и нам его в бумажном виде уже передали. Мы его сразу уже ближе к приказу о зачислении, что называется, кладем, да, потому что может получиться так, что опять-таки система закрывается, как в прошлом году, например, было. В последние какие-то доли секунды вы перекидываете с факультета на факультет какие-то свои электронные документы, то есть свое подтверждение, а бумажного документа вашего нет. Может оказаться в этом году так, что зачислить кого-то другого, у кого бумажный документ уже сдан, потому что это человек, который он точно определился, он не мечется между разными факультетами, мы его больше ценим. Он принес документ, он уже наш человек, мы ему доверяем. Что же, начнем тогда потихонечку подводить итоги нашего эфира. Да, последний вопрос, даже несколько присылали тоже нам в социальной сети ВКонтакте, у нас они заготовлены были, предлагаю объединить. Когда стартует приемная кампания, какие ЕГЭ нужно сдавать для поступления в ваш институт, какой средний балл нужно набрать для прохождения на бюджет, и где можно ознакомиться с информацией о поступлении, если возникнут вопросы? Ну, почти на все эти вопросы обобщим еще раз скажем, да, что минимально нужно набрать 40 баллов по каждой дисциплине. Для бюджета, вот прям стабильно, чтобы вы понимали, что вы проходите, нужно набрать 80 баллов для одного какого-то экзамена. Два обязательных экзамена, третий по выбору. Для всех психологических дисциплин обязательно биология, для всех педагогических дисциплин обязательно общество знания. Что там еще было? 20 июня стартуем и в электронном, и в очном режиме на Кремлевской 35 фойе. Ждем вас. Видимо, все, что мы могли, вот так мы рассказали. Вся информация на сайтах. Смотрите внимательно, да, и план приема, и программа вступительных испытаний. И не свою фамилию, а номер своего СНИЛСЯ вы увидите, потому что все результаты ЕГЭ и все ваши результаты внутренних вступительных испытаний, они шифруются по номеру вашего СНИЛСЯ. На сайте тоже это можно будет увидеть. То есть эта информация есть. Хорошо. Ну что ж, на этом наши вопросы подошли к концу. Благодарю вас за столь подробный рассказ о поступлении в Институт психологии и образования. Может быть, есть что-то дополнить, пожелать абитуриентам. Времени осталось не так уж и много. 20 июня уже совсем скоро. Буквально через месяц уже, через пару дней, 20, 27 дней, если... Нет, 29 дней, если меня математика не подводит. Остается до приема. Совсем немножко. Настроиться на самое лучшее, продумать, с чего начать. Самое главное – это планирование, цель и задачи. Подготовить. Все уже наши подсказки вы услышали. Портфолио. То есть то, как лучше, каким образом, в какие сроки. С помощью чего лучше себя представить, показать свои достижения. И действительно продемонстрировать свое искреннее желание. А обучаться именно, если бы к нам, то в Институте психологии и образования. Ну да, изменить то ЕГЭ, которое вы заказали, уже невозможно. А вот подготовиться к нему вполне еще возможно. И хорошо его сдать, и занять свое либо бюджетное, ну, в крайнем случае, либо заочное, либо контрактное место. Вариантов много, поэтому определяйтесь. А мы вас ждем. Мы вас всегда поддержим. Звоните и на личные, персональные вопросы мы тоже вам ответим. Что ж, Валентина Викторовна, Инна Владимировна, вам большое спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти. Надеемся, еще увидимся. И надеемся, что приемная кампания в этом году будет максимально успешна и на 100% выполнена. На этом все. Наш прямой эфир подошел к концу. Всем большое спасибо за внимание. Следите за нашими обновлениями в социальной сети группы ВКонтакте Казанского федерального университета. Узнаете много нового о приеме в Казанский федеральный университет 2022 года. Сегодняшняя наша встреча с Институтом психологии и образования подошла к концу. Для вас я ювел Роман Полинсков. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok